Доброе утро, добрый день дорогие друзья Леша, какое число? 27 июня У нас дождь и по прогнозу целый день дождь Так что прям погода в этот раз четко заботится о нас Когда мы работали, дожди были очень редкими И как-то сразу светило солнышко И тут на целый день дождь Пора нам отдохнуть Ведь мы все успели, практически все и даже больше Теперь Алешек поставил поребрики Я вам потом покажу, приедем домой И у меня есть фронт работ Я же дальше буду продолжать заниматься разравниванием площадки Укладкой щебня, песка И буду готовить площадку под плиточку Очень хочется в этом году уже уложить плитку Чтобы хотя бы беседки нет Но хотя бы купить какие-то пластмассовые стулья Чтобы можно было сидеть удобно Не просто на этих табуреточках Откинув спину, отдохнуть Поскольку все-таки будет в этом году Я надеюсь, что будет уже чисто во дворе То есть зона отдыха продолжает у нас Не знаю, как рождаться А мы приехали в светофор Приехали в фикс прайс В общем, мы решили У меня порошок закончился Пока Лёшек здесь Чтобы мне потом не таскать все это вручную Ой, сколько машин, сколько народу Если будет что-то интересное Я, конечно же, включусь и вам покажу Обратите внимание, в каком я наряде Это прекрасная одна из шалей Это вариант теплый Поскольку на улице не очень жарко Шаль потерянная во времени Я не знаю, как я ее назвала Но это всем известная шаль И мне сейчас в ней очень-очень комфортно Ну и красиво Мы в светофоре Что мы там надрали Вот такую вот заморозку я очень люблю Здесь брокколи, цветная морковка Вот такую смесь для супа Из бобовых Томатную пасту я взяла Гель для мытья посуды Чет 65 рублей Смесь для шашлыка Вот такая тоже Специи универсальные Ну и порошок надо пополнить Вот такую хочу попробовать Концентрированный гель И детский Тоже для деликатный Для цветного белья Так, батарея у меня садится И вот такую Вот такую смесь Универсальная тоже Так, ну ладно Батарея садится Сейчас попробую другой телефон Подсоединить Здесь, в общем, всего полно Сейчас еще заедем Фикс Прайс Давно там не была В общем, посмотрю Что там, может быть Что-то выберу Потом вам, конечно же, расскажу И вообще мы поехали за солью У нас в связи с событиями Два дня назад Очень мощно Раскупали сахар А муку И соль Вот Растительное масло Надо еще посмотреть И найти соль крупную Потому что скоро пойдут огурцы И у меня вообще Мало дома соли Вот Народу мало В общем Сегодня у нас такая День отдыхалочка День покупок Пастерушек Там машинку запустила Так Ну, в общем Гуляем Отдыхаем Тим, мой сладкий Друзья Вот посмотрите На нашего мальчика У него уже глазки Открылись У него вот здесь Уже шерстка Начинает расти Вот у Кольчика Мы укололи второй Говорят, после второго Вообще Ну, он сейчас вообще Не толстого Грызаться будет Он сейчас вообще оживет Тим, мой сладкий Как же за тебя Все переживали Видите Все Он уже не раздирает У него тут все Зажило Он мастится Ты хочешь, чтобы я тебя Почесала Ну, давай Почихаю тебя Немножко Тимошка Тимошка Мой сладкий Ты знаешь Сколько за тебя Людей переживает Да, ты мой сладкий Ой, хороший Такой мальчик Все Слава Богу Сейчас все Ну, он, конечно Видно, что он еще Ну, больненький такой Но ничего Ничего Все будет хорошо После второго укола Все будет хорошо Ты мой сладкий Поправляйся Поправляйся Приду через пять дней К тебе Все Давай Пока Друзья Посмотрите Как он поправился У него уже Глазки Открылись У него уже Шерстка Он тебя Вылизывает Он тебя Обслуживает Тимой сладкий Глазки Правый Вообще Хорошо Открылся Все После второго укола Вообще Будет хорошо Смотрите Как он поправился Вы помните Какой он был Он сейчас Вообще Толстенький Все ранки Позаживали Ты мой сладкий Живи Так Это когда я должна Прийти В вторник Среда Четверг Пять Субботу В воскресенье Приду К тебе Дорогой В воскресенье Мой сладкий Приду Поправляйся Не болей Больше Не надо Вот наш Тимофей Наш Тимофей Сладкий Все мой хороший Пошла я делами Заниматься Давай Пока Добрый день Дорогие друзья Сегодня 28 Июня У нас Сутки Шел дождь Причем Такой Проникающий Такой Мелко Моросящий Ленивый Все Полил В общем Два дня Мы отдыхаем И я решила Немножко Заняться Своей Привести себя В порядок Только сейчас Мы Приехали Из Моего Любимого Салона Стиль Вот у меня Есть там Прекрасная Мастер Мария У которой Я стригусь Сейчас Решили съездить Наконец-то Хочется Мне Переделать Документы Вода Канала По воде Чтобы была Моя фамилия Потому что Приходит Фамилия Еще той женщины Даже Не у которой Мы покупали Те хозяева Даже на себя Не переделывали Ну и поскольку Лешик Может Меня покатать Мы В общем Едем Расскажу Немножко Новостей В этом ролике Вы увидите Тимошку Нашего Котика Которым Вы Болеете Вчера Я заходила К нему Делать Уколчик И Вставлю Вам Видео Вы меня Просили Чтобы Показать Его Когда Сейчас Я пристегнусь Когда он Уже Совсем Выздоровед Но В общем Я Решила Уже Вам Его Показать Потому что Есть Очень Хороший Прогресс Он Уже Открыл Глазки У него Уже Шерстка Растет Он Так Хорошо Поправился Не могу Пристегнуться Вот Так что Все Хорошо С Тимофеем После Второго Укола Думаю Еще Будет Лучше Ну А мы Едем Попытаем Счастье Найти Водоканал Поскольку Тот Мост Который Я Вам Показывала Он В ремонте И Нам Навигатор Даже Не Выдает Не Показывает Путь Как Туда Можно Доехать Сейчас Позвонила Водоканал Очень Нужно Как-то По объездной На выезде Из города Возле Поста ГАИ Лешик Сказал Что Знает Там В общем Едем Ищем Нужно Это Сделать Все Равно А Само Мне Туда Не Хочется Ехать Ну И Вообще У нас Такой Сегодня День Отдыхалочка Завтра Лешик Уезжает Все Мы Успели Отмостка Готова Цоколь Готов Как Раз До Этого Дождя Теперь Душа Не Болит Дом Сухой Все Хорошо Вот Прям Тютелька В тютельку Все Успели До Дождя И Боженька Нам Дал Два Дня Отдохнуть Немножко Да Лешик Как Сказать Ну Мы Уже Сегодня Второй День Отдыхаем Вчера Сегодня Лешик Тачку Подкачал Колеса Пока Машина Здесь Насос Здесь Там Я Потом Покажу Что Он Еще Сделал Так Женщину Надо Пропустить Такой Страшный Перекресток Здесь На велосипеде Женщина Поехала В общем И я Уже Включусь Тогда Покажу Вам Район Заречье Кстати Один Считается Один Не элитный Но Один Из Хороших Районов Там Подороже Даже Дома И Квартир Чем Чеплыгин Насколько Мне Известно Хорошенький Такой Райончик Все Оно Здесь У нас Рядышком Все Оно Здесь Близенько Вот Район Заречья И Село Кривополян Это То Что Я Вам Ну И Конечно Славный Город Чеплыгин То Что Я Вам Могу Рекомендовать Если Кто Вдруг Присматривает Себе Здесь Вот Что Еще После Салона Посещения Салона Красоты Решила Я Немножко Дать Своим Волосам Отдохнуть Я Пережигаю Этой Супрой Этой Краской И В общем Мария Моя Мастер Сказала Мне Что У вас Здесь Такая Хорошая Седина Просто Затонируйте Вверх Но Чтобы Не было Такого Резкого Перехода В общем Купила Я Краску Не знаю Что У меня Получится Вот Но Немножко Дам Передых Своим Волосам Вот Так Что Едем Едем В водоканал По-моему Улица Тиньшанского 92 А Вот Такой Адрец Б Да Ну А я Сейчас Переключусь И Покажу Вам Немножко Дороги Так Вот Это у нас Стадион Вот Здесь А это у нас Вот А это у нас Здесь Московская Пробка Переехала В город Чеплыги Вы там Не писали Лена В городе Проходит Гастрономический Праздник Ярмарка Я знаю Об этом Вот здесь Кладбище Кстати Вот В тот день Когда мы ездили И столпотворение Было Машин Ну не обязательно Что это был Гастрономический А вот А сегодня То что Посмотрите Сколько Транспорта И это Выезд Это вот Как раз Дорога На Москву Выезд Из Города Чеплыгер Вот Лучная песня Объезд Это вот А Вот Вот сюда И поедем Ну а дальше Может все-таки Включу Навигатор И он нам Покажет Может он Нас Как-то Определит Так Что здесь Автосервис Сварка Аргоном Так Ну в общем Покатаемся По проселочным Дорогам Ну как же Мне нравится Друзья Обратите Внимание Какие Аккуратненькие Домики Как люди Вообще Заботятся О своей Придомовой Территории Ну вот Все как Игрушечки Вот просто Как игрушечки Там в городе В центре города Мы когда ехали Сегодня В магазин Стиль В магазин Ой в магазин В салон Стиль Мы не могли Проехать Везде Ну много Дорог Перекрытых Будут Менять Асфальт Вот А я не знаю Это Чеплыгин Вообще Считается Вот люди Прямо На дому Делают Бизнес Открывают Автосервисы Кто чем Кто как может Вот даже Кран Наверное Септик Ставят Или что-то Вот люди Строятся Не боятся В наше время Строятся Ой Прямо Какая-то Отдушина Честное слово Мне так нравится Наш городок Вот едешь И получаешь Какое-то Умиротворение Какой-то Покой Глядя на Вот эти Домики На эти Балки На эти Речушки Просто красота Сколько Храмов Нельзя Ехать туда Ага Это вот сюда Куда Поряем Сейчас будем искать Может быть остановимся Где-то сносим Я даже не знаю Что Что Вот это Вот за поселок Это вот Наверное Заречья Есть Это уже Заречья Что-ли Ну Тут как-то Много Хотя и там Честный сектор Но в Заречья Я видела Много таких домов Вот в отличие От Чеплыкина Там уже Девятиэтажки Пятиэтажки Девяти? По-моему Девять я видела Или пяти Наверное Пяти Я ошибаюсь Ну как-то Много таких Вот Многоквартирных Домов Ой Ну вот какие Цветочки Вывесили Ну как же Все аккуратненько И Хорошо Может быть Даже Это и Заречья Чеплыгинцы Напишите Где мы едем Да А то Елена Ивановна Чеплажанка Но Не Я еще А ну вот Это и Заречья Вот Вот такие Здесь Домики Туда Нам туда Вот мы Объехали Вот направо Это будет Как раз Этот мост Вон он Ремонтирует Его Все А теперь Я тебе Приблизительно Могу сказать Мы на такси Саней туда ездили Когда Оформляли Вот я не знаю Что-то Школа Да Да Это как раз Район Заречья Вот сколько Раз Два Три Четыре Пять Пять этажей Вот панельная Стоит Девять этаж Я просто Наверное Тут не строю Наверное Пяти Вот двухэтажный Старый Кирпичный Дом Тоза Аккуратненькая Вообще Чистый Город Смотрите Какие Висят Кашпо Вдоль Дороги С цветочками Сколько Зелени Вот магнит Пожалуйста Вообще Считается Элитный Район Вот здесь Тоже Студия Красоты Валдберис Автомойка Детские Игрушки Пятерка Вот вам Круговое Движение Куда Чего А дальше Наверное Не помню По-моему Дальше Еще туда Гриль Парк Вот здесь Смотрите Какой Городок Красивый Детская Площадка Вот Такие Красивые Мне кажется Дальше И вот Туда На дорогу И Прямо И Потом Вот Туда А вообще Сейчас Можно было бы Остановиться Посмотреть На Гугл Карту Ой Какой Здесь Простор Смотрите Поля Какие Дубовое Юсова Может быть Мы уже Чеплогин Закончился Куда Я Дальше Дальше Я Пошел Ну Ну Давай Разворачивайся Значит Вот Немножко Мы Проехали А вот Там Смотри Сколько Строится Домов Обалдеть Как Грибы Строятся Ладно Ты мне Скажи Грибы Строятся Вот туда Поехали Вот сюда По дороге И вот туда За Вот те Дома Сейчас Найдем Что-то Косили На поле Не знаю Что-то Росло Ой Там Вообще Сколько Там Домов Вот Это Все Дома Дом На Доме Да Вот Здесь Какой-то Спортивный Комплекс Наверное Это Не знаю Что Короче Вот Куда Ты Хотел Вот Туда И Надо Проехать Вдоль Тех Домов Оно Как-то На Отшибе Находится Куда Вот Туда Нет 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 Вот Сюда Вот За Остановкой Давай Остановимся Спросим Что нам Тяжело Спросить Магазин Мебельный рай Вот у них Здесь А клумбочки Кого-то Хочешь Спросить Ну там В пятиэтажку Заедем В пятиэтажку Прям въезжаем В нее Ну если Ну если ты Так Можешь Пожалуйста Ну что Туда Да Вот Женщина Идет Давай У нее Остановимся Спросим Движения Никакого Нет Сейчас Побежал Как быстро Женщина Отоходит Хороший Райончик Но Наш Чеплэгин Мне Больше Нравится Ну что Сюда Сюда Перед крестом Налево До поля Пирамидальная Вот здесь Почта И для Хорошего Настроения Красное Белое Стоматология Магнит Моя Цена И вот Опять Частный Сектор И Направо Там Вообще Все В частном Секторе Никакой Суеты Такие Дома Здесь Вообще Липецкая Область Мне Кажется Это Одно Из лучших Мест Для Для Проживания Вон Какой дом Курочка Курочку Не задави Курочка Идет По дороге Ты смотри Ну давай Уже Туда Или Сюда Курочка Ну все Мы Практически Приехали Коровка Пасется Вот 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 Водоканал Надо Где-то Встать Ну Где-нибудь Встанешь Можешь Заехать Прям сюда Да Вообще Там Нельзя Вот Там Где-нибудь А Это Ну давай Я вот Тут Встану Все Пошла Я схожу Давай Подожди Теперь Переоформлен Ты у нас Все Теперь Будут Платежки Проходить На Меня Приходить На Меня Вот Так Выглядит Здание Водоканала Нашего Ну А мы Возвращаемся Да Ну Как тебе Заречья Лешек А мне Все Курочки Пасутся Люди Че-то Копошатся Че-то Делают Есть Не знаю Дома Побогаче Побогаче Да Ты Видишь Какие Голубятни Здесь Очень любят И у нас В городе Я несколько Видела Ну Заречья Тоже Чеплыгин Ну да Но это район Но это Чеплыгин Да Но не Центр Уже Вот Стремлогия Какая Шикарная Пятиэтажки Вот Дорогу Недавно Прям Видно Что Вообще Новый Асфальт Красота Такие Домики Прям Как будто Индивидуальное Строительство Я имею ввиду Многоквартирное Они Красивенькие Такие Интересненькие Так Вот Если бы Был Мост Мы бы Прям Прям Сейчас Поехали Ну Тут Небольшой Объезд На самом деле Магнит Вот Так что Вот Друзья Теперь Я вам Показала Район Заречья Смотрите Сколько Зелени Какие же Они Красивые Вот эти Пирамидальные Тополя Я сразу Погружаюсь В свое Детство У нас Тоже Их Очень Много Было Такая Вот Остановочка Мы Уезжали Оттуда Это Мы здесь Не ехали Нет Объезд Вот так Чтобы Чтобы выехать Ты же видела Там кирпич был Ох Какие львы Сидят На въезде Да Такие Нехилые Домики Нормальные Домики Да я бы сказала Богатенькие Домики Сейчас Такой домик Построить Ого Машин Сколько Посмотри Посмотри Дома Стоит Прям Свадьба И вот Вижу Переделывают Видимо Старые Родительские Дома Кто Новое Строит А кто-то Кирпичом Откладывает Или Сайдингом Там Или Сейчас Много Всяких Материалов Подделывают Переделывают Под себя Как же Мне нравится Здесь Че ты дернулся А вот Походу Пляж Смотри Зонтики Стоят Песочек Лежит Вот Она Это Ягодная Ряса Или Становая Ряса Их Тут Несколько Речушек Которые Называются Ряса Сюда Разве Да Ну Сюда По-моему Мы назад Поехали Ну Нам Назад И надо Мы Клюк Вот так Обделали Нет Ну Сейчас Увидишь Хорошо Как раз Ехали По этой Дороге Туда Да Ну Значит Кружок Еще Сделал По Заречью Мы с тобой Не ездили Еще Да Ехали Здесь Конечно Я цветочки Там приметила С левой стороны Ну ладно Сейчас Ключочек Еще Сделал И этот домик Я тоже Видела Попытка Номер Два Нормально Еще Еще раз Запечатлим Заречья Теперь Опять Налево Она Вон там Еще Церквушка У них Стоит Горь Ну как бы Если мы Ехали туда Нам Явно Не назад Потому что Повернули Понятно Понятно Что Явно Не назад Там Сюда А тут Кирпич Висит А Ну значит Дальше Чем-то Нет Просто Не там Сейчас Ладно Разберемся Да Лешек Это тебе Не по Москве По протуренным Дорожкам Ездить Ну Если Я здесь Не был Ни разу Вот в этом Дорожке Сейчас Разберемся Вот работает Работает Какое-то Время Потом Копы Выключилась Я не могу Понять Почему Вот сюда Нам Нужен По-моему Нет Не сюда Значит Дальше Там Нет 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 Какие старые домики Вот эти Двухэтажные Ну с такими Лоджиями Интересно как Второй день У нас пасмурно Как раз Для нашей Отмостки Очень хорошо Не надо Ее поливать И сохнет Она не так резко Как на солнце Ну сегодня Уже может быть И придется То что нужно Вот у них Этот пляж И после пляжа Направо На Речка Цветет Я бы там Не рискнула Искупаться Вот Становая Ряса Все-таки Вот я увидела Знак Написано Становая Ряса Там ягодная Ряса Почему Ряса Ряса Это Священник Ряса Нет Еще и Ряска Есть Травка Но Ряска Но не Ряса Тут Ряса Ну Может быть Ряса Это Город В котором Очень много Храмов Соборов Очень Много Ну вот Приедем Домой Наберешь В интернете И узнаешь Почему Ряса Сколько Жи Московских Номеров 150 Это Московная Да Очень Много У нас Я повторюсь Очень хорошее Сообщение С Москвоем 350 Км Поездом 4,5 Часа И мы В Москве Причем Поезд Без Остановок Одна Остановка И все И одна Техническая Сейчас Делали Раньше Ее не было Нет Она была Только Она раньше 5 минут Была А сейчас 3 часа Да Давай Успеваем Вот Все Это можно сказать Мы уже Въезжаем В наш город Поехали Мы Въезд Мы Не выезжали Да Вот здесь Кладбище У нас По правой руке Почему Всегда Возле Кладбища Стадион Никогда Не задумывались Я Как-то Смотрела Несколько Потому что Спорт Могила Спирт Сила Вот Стадион Ну что Позанимался Копыто Откинул И вот На соседний Гектар Нет Просто Если посмотреть Канал Только В плюс Или Охотник По-моему Так Называется Там Он Объясняет Что Есть Места Сбора Энергии И Поскольку Кладбище Это Сбор Негативной Энергии И На стадионе Тоже Занимаются И Тратят Энергию Ну в общем Как-то там Это что-то Связано Со Сборами Энергии Всегда Есть Какие-то Арки В этих Местах Церковь Обязательно И там Направление Креста Тоже Играет Роль Ну в общем Кто Увлекается Этим Расскажите Почему Это так Просто Интересно Будет Узнать Ваше Мнение Я Сильно В это Не углубляюсь Но иногда Смотрю Вот Настроение Да Что-то Хочется Иногда Посмотреть Такое Мистически Интересное Так Ну вот Мы уже Практически Приехали Вот Кстати Металлическая Арка Там тоже Лежит Большой Камень Возле Арки Типа Памятник Погибшим Воинам Кто Памятник Крыши Вот Здесь Когда Они Будут Цоколь Сереть Не Будет Так Вот Специальная Пропитка Еще Пройдемся По Цоколю И По Отмостке И Тогда Вообще Все Будет Просто Капитально А сейчас Я Дверь Открою Мы Пройдем С вами Покажу Что Там Понатворил Лешек Успел Сделать Так Скажем Создать Фронт Работ Здесь Я Вставлю Ключи Чтобы Лешек Мог Зайти Сама Пойду Покажу Вам Что Там Лешек Установил Поребрики Вот То О чем Я вам Говорила Что Здесь Получится Что Отмостка И дом Будут Сами По Себе Вот А А вот Эти Поребрики Установлены Вот Видите Это Уже Вырисовывается У нас Площадка Которую Мне Предстоит Выровнять Для начала А потом Засыпать Постелить Геотекстиль Песок Щебень Потом Еще Специальная Смесь Для плитки Сухая смесь Называется И Потом Уже Последний Слой Плитки Вот Так Вот Это Сейчас Выглядит Вот Сейчас Я Отойду Вот Казалось Бо Всего Навсего Граница Сделана Да А Как Уже Смотрится Уже Совсем По Другому Смотрится Вот Эта Часть Нашей Зоны Отдыха Так Что Вот Теперь Между Засолками Окурцов И так Далее Мне Здесь Предстоит Все Это Выровнять И Начать Сюда Возить Щебень Песок Потом Приедет Лешек На Один День Включит Виброплиту Все Это Утром Будет Потому Что Я Не Не Умею Включать Вот И Можно Будет Думаю Что В этом Году Уже У нас И Здесь Как-то Будут Продвижения С Плиточкой Мы Видите Как Мы Хотели С Плитки Начинать Двор Укладывать Плитка Делать Зону Отдыха Но Так Получилось Что Мы Сделали Цоколь И Отмостку Вот Так Сейчас Выглядит Здесь И Уже Начинает Вырисовываться Наша Зона Отдыха Здесь Потом Я поставлю Сделаю Сама Из тех Ящичков Которые Я таскала От Шуры Заборчик Такой Маленький Коротенький В белый Цвет Его Покрашу И Вот Это Все Будет Клумба Очень Хочу Посадить Розы Здесь Не знаю Захотелось Мне роз Всяких Разных Чеснока Здесь Не будет Вот На этом месте Будет Стоять Беседка На месте Сарая А вот Здесь Будут Розы Цветы В общем Будет Здесь Красота Здесь Будет Качель Может Быть Какие-то Стульчики Или Шезлонги Для Отдыха В общем Вот Такие Наши Планы Короче Мы Все Успели Мы Молодцы Душек Накрыл Мангал Говорит А то Все равно Будет Ржаветь Вот Этим Корытом У нас Даже Друзья Корыта Выдержала Нашу Отмостку Ну Появились Вот Такие Вот Дыры Но Уже Уже Оно Нам Не Понадобится Хотя Как знать Может Быть Еще Что-то В голову Придет Да Кстати Зацвела У меня Вот Эта Роза Она Сейчас Здесь Вот На земле Лежит Вон Видите Цветочки Но Она Почему-то Не Пахнет Без Запаха Вот Ладно Друзья На этом Буду Заканчивать Сегодняшний Ролик С вами Пообщалась Рассказала Показала Ну и До новых Встреч С вами Была Елена Ситникова Пока Пока Друзья У меня Зацвел Лилейник Я Такого Еще Не Видела Если Честно Когда Я Увидела Вот Эти Бутоны Я Подумала Что Это Лилейник Вот Тот Который Я Избавилась От Которого Я Избавилась Возле Окон Под Окнами Вон Рос Там Где Вот Отмостка Сейчас У нас По Фасаду Дома Если Помните Я Там Его Удаляла И И Вот Когда Я Увидела Вот Эти Бутончики Я Думала Это Такое Думаю Ну Все И Здесь Надо Удалять Но Когда Он Зацвел Посмотрите Какой Красивый Это Не Тот Помоешь Налилейник Мне Нравится Не Буду Удалять Когда Здесь Задекорируется Стена И Будет Белая Шпалера Это Будет Очень Красиво Смотреться Класс